Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Еще одну тему предлагаю сегодня вашему вниманию. Переход в 5 измерение. Код сотворения мира. Отец Абсолют читает Ура. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к более подробному разговору о следующей по вибрационной шкале энергии, которая называется Вселенская энергия Первотворца. Как говорилось в моем недавнем послании, эта энергия непосредственно связана с вашей шишковидной железой. Поэтому для осознанного ее использования в полном объеме она доступна пока немногим. Лишь тем, у кого полностью активирован этот божественный тонкий орган чувств человека. Каким образом Вселенская энергия Первотворца взаимодействует с вами и какое влияние она на вас оказывает. Начнем с того, что эту энергию следует призвать только тогда, когда вы почувствуете в себе силу совершать работу поистине планетарного масштаба. Другими словами, когда вы решаете глобальные задачи и делаете медитации по трансформации вашего собственного сознания, либо по трансформации коллективного сознания человечества. Эта энергия напрямую связана с первоисточником зарождения жизни и несет в себе изначальный код сотворения мира. Ту самую божественную частичку, которая сохранилась в каждом человеке, независимо от того, в каких мирах проходил он свой путь воплощения. Эта энергия способствует активации вашей доселе спящей шишковидной железы, тем самым помогая вашей душе восстановить энергетическую связь со всеми ее высшими аспектами, вплоть до Творца. И поскольку шишковидная железа неразрывно связана с вашим третьим глазом, который обрабатывает получаемую ею с тонкого плана информацию, то вселенская энергия первого Творца невольно сливается в единый поток с энергией первого Творца Вселенной, которая помогает активации вашей шестой чакры. Таким образом, она повышает вибрации этой энергии, а та в свою очередь запускает по цепочке повышение вибрации энергии Творца и энергии Света и Любви, которые относятся соответственно к пятой и четвертой чакрам. Так, совместными усилиями, как в вашей сказке про репку, эти божественные энергии вытягивают человека из плотных энергий трехмерного мира в предельно разреженное энергетическое пространство пятого измерения. Но происходит это только тогда, когда и сам человек к этому стремится. Не только через свое чистое намерение совершить вознесение вместе с Землей, но и через постоянную работу с новыми энергиями, помогая им очистить свое сознание и физическое тело от всех наслоений трехмерного мира. Как я уже не раз говорил вам, родные мои, все энергии даются вам в помощь. И только для тех, кто принимает их с благодарностью и сознательно применяет их в своей повседневной жизни, эта помощь становится по-настоящему действенной. Тех же, кто совершенно не готов к переходу, эти энергии обойдут стороной, поскольку не смогут притянуться к ним по вибрациям. Но в очередной раз я прошу вас, родные мои, не торопиться, а осваивать эти новые энергии постепенно, не спеша, поднимаясь по энергетической лестнице, самой первой ступенькой которой на пути вознесения является энергия света и любви. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему Код сотворения мира. Продолжение следует...